Ребятки, вот мой зайчик одноглазый, кушает, кушает. Что я антибиотик засунув, прям я руками засунул ей в рот. Этому подсунул еду, сейчас проверю. Бри, их пока не бачу. Тут был еще один с прокусанной лапой. Так, все, этому дал, самое главное. Зайчик, я знал, что ты не больный бешенством, я отказался от уколов, но тебе еще не было на тот момент, тебе перепутали с другим котом, потом я понял, что это не ты. Ну, уколы я решил не делать, я знал, что ты меня не можешь заразить. От столбняка мне сделали, и одно от бешенства, заяц. Ты меня наградил. Ну ничего. Зато мне теперь от столбняка и с прививка. Гладится, он такой вообще. Потерял я до тебя доверие одновременно, я знаю. Теперь вернулась, бачишь, заяц. Заяц, я тебе плохого не желал. С Новым Годом, тебе наступающим. У тебя зайка. А тебе я прям рот засовываю. Она бедно крутится, крутится, я рот открываю прям в боковые зубы. Держу рот вот так. Забыл паштет, дурак. Купить без паштета, ну, получается очень сложно. Кушай, 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 кушай. Без паштета очень сложно. Так, где Коля там есть? Кушай, кушай. Где же ваши братья, где же все остальные? На ветвях сидит, тоже одноглазый. Слазь, к-к-к-к-к-к, иди сюда, иди. Иди, иди, на ветвях сидишь, иди. Иди, да, иди, иди. Сейчас ему тоже надо... Это Саша его перепутала с тем котом. Это тоже одноглазый, и тоже левый глаз, смотрите, у него нету. Но это другой, той же, бачите? Тоже немоглазик. И Саша его перепутала. И говорит, вот этот кот, давай мне его, значит, фотографию. Ну, а потом я говорю, не-не-не, это не тот. Сейчас я ему еще кушать дам. И таблетку, антибиотик. Ты мне таблетку скушай, давай-давай-давай-давай-давай. Вот там дебиленька. Вот там таблеточку, давай-давай-давай-давай. Молодец, молодец. Все, вот падла, выплюнули. Видишь ты, распробовавши таблетку, и выплюнув. Думаешь, ась горько попалась. Что это за херня, думаешь? Ах ты хейт, Рыжук. Давай-давай, кушай. Ну, таблетку подсунул, вот прям, ну, как бы, сверху, вот, половинку, еще на две половинки разломал, то он начал есть, и он откидывает эту. То есть, я боюсь, что он просто не съест ее, понимаешь? Он такой хитрый, он чувствует, что... Ой, я забыл, здрасте. Я забыл купить паштет, и... Ну, может, давайте, сейчас, хай он вот это поест. Сейчас мы его кусочек заберем, считай. Ну, он слез, я его позвал, он сидел тут на ветвях, вот только, знаешь, этот самый кот ученый. А я иду, так сел, вот, позвал, и вон спустился по вот этому дереву. И начал есть. А глянь, у него открылся глазик. Да, открылся, да. А там было вообще гной и кровь текло, вот. Ой, как хорошо, что... А тот, а тот одноглазый, я иду, он сидит, с черной кошкой. И я не стал ни кискискать, ничего, потому что он по голосу меня знает, я так в другой куртке, знаешь. И я так раз молча открыл пакет. Там было, да, там было две таблетки, две половиночки. Две половинка, забери сюда ее. Вот как я делаю. А, вы вот так прям целый почти. Вот тут одна. Это половинка половинки, чтобы ты понимала. Значит, он вторую половинку съел. Правильно? То есть, это четвертинка. Позвоню, чтобы постучал соседке. Это самое, ну, на втором этаже. Та черненькая, что тогда кота обещала. Так кота, говорит, и нету. И то, что она мне вчера вечером подошла, и с мужем говорит, собаки. Я говорю, я завтра с утра приеду. Он сейчас 10.15 на 10 договаривался. Постучал ей. Она говорит, вчера волонтеры забрали. А Саша с мамой, говорит, тоже, говорит, там звонили. Типа, говорит, собаки, собаки. Она говорит, ну, куда мы можем, говорит, всех деть. И вот тут я уже нашел телефон от этой Иры, помните? Что жена Максима Масяни. Думаю, заплатить даже денег, ну, чтобы на прививки, на корм, чтобы забрали. Потому что хоть собак я неравнодушен, но жалко щенку маленькие коробочки. А, она говорит, волонтеры уже забрали. Все, слава Богу. Что тут за дискотека? Угадай, сама. Угадай, сколько она все воняет. А чем воняет таким, как жареным, шмаленым? Волосы не подшмалила свои? Нет. Кота где кот? Да он, я заселяю. Кота уже пожарила. Нет, ты что? Слышишь со мной? Я вчера поужинала, десь от шести до полседьмого, ну, ела потихоньку. Потом еще съела две клубнички и штук пять. После, перед таблетками, ты сказал, ешь полностью. Полностью ешь хоть что, да. Так и сделала. И угадай сегодня стих и сахар. Не знаю. Ну, примерно. Восемь. Восемь и восемь. Это показывает. Да. А значит, оно меньше. Ну, хоть даже восемь и пять. Та не, оно меньше. Оно тебе с десяти было два. С десяти. Это я точно уже не помню. Да, я точно помню. Вот ты мне каждый раз, когда у тебя брала лаборатория, мама тут же подставляла глюкометр. Да, и сразу глюкометр записывала. А потом записывала в то время, сколько лабораторий. Всегда на два. Полтора-два было. Чем выше, тем больше. Она сказала, чем больше показаний, тем больше сбрасывала. Да. Ну, вот с десяти. Я помню, с десяти было два. Поэтому если восемь и восемь, ну пусть один. Семь и восемь. Даже пусть ноль пять. Даже хай восемь. Да, даже восемь это уже неплохо. А было десять и три вчера утром. Правильно? Ну, так было и пятнадцать и пять. А коли вы меряли, что пятнадцать? Вчера днем меряли. Потому что ты вечером же опять поила. Таблетку-то выпала раньше, а ужинала. Десять и три было, да? То есть смотри, сегодня Новый год. Естественно, ты дома. Но, мам, поешь как обычно. Нахрена він тебе надо? У меня люди знают, что пишут. Да нахер нам этот Новый год, я ляжу висплю. Кого нахерена надо? За что ты? Новый год. А, та я за его уже не переживай. Поила, поужинала хорошо. Я не переживаю, шараполакала с детьми. Не надо. Поздравление. Сказала у нас, мама, включай эту, камеру. И кажем, мы будем вместе встречать. Они там дома. Они дома тоже. Просто, мам, ты же понимаешь, что время, ну, чтобы ты не сбила. Вот сейчас надо наладить это, понимаешь? Чтобы ты не сбила этим Новым годом. Я туда не поеду, не зашел. Да никто тебе не... Тебе это нашел, а то мне надо. Никто тебе, мам, не зашел туда. Лучше за эти гроши. Потому что нахерена это сейчас... Я не делала такое, что надо. Нахерена я хожу, бегаю, готовлю, чтобы ты... Вот и все, понял. Теперь, что надо, мне куплять лучше за эти гроши. Вот и таблетки. Я вот это я буду на всякую хироманку. Смотри, вот эти овощи просто на сковородку или меньше, водичку и два яйца. Макарелла, ты так говорила, амаранта. Он у нас там трошки и на ковшик уварила, пригорела. Я тебе рад. Вот тебе укроп ты просила. Да, 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 потому что у меня не мало. Тебе кефир однопроцентный. Это только по стаканчику вечером. Вечером, да. Я уже гречку не буду ним замачивать, я буду амаранта. Вот, вот такая мексиканская смесь какие-то. Хай, хай, хай. Такая. Моя теперь мясо одеволота поставьте. Тебе 0,2% творог. Ага. Ого, вот такой. Тебе грибы. Грибы, ага. Спасибо. Вот. И там еще одна смесь. Вот посмотришь, какая тебе больше понравится. Ага, ага. Я думаю... Я тебе купил все разные. Ага. Сейчас они... Бэндюэль. Вот такая, вот такая, вот такая и вот такая. Все разные на ковик. А все разные. Разные? Вот это с этим. Разные, немножко разные, да. Тут кукуруза, тут кукуруза нема. Вот такая. А ну, я каще у меня, че-то, ка? Она еще... Сейчас, сейчас, сейчас. Так, нет. Все тут у меня рыба. Рыба у тебя... Ой, так мало филе остается. Я стикель буду выливала. Стикель леда брать, блин. Они же замораживают. У тебя постоянно должно быть два блюда. Вот в обед. Вот это у меня такое, бачишь? О, у меня одно мясо осталось, и все. Ну, это тоже неплохо, кстати. Это хорошее. Хорошая, все шучало, целый типинок. Это мне девочка приносила. Смотри. Смотри, мам. Теперь я сюда их загружу. Постоянно, чтобы было два блюда. Вот сегодня на обед у тебя... Ты уже позавтракала, да? Да. Хорошо поела, выпила таблетки, все. Да, да. Все, мам, давай, в всем году уже тебя не побачу. В следующем. Ой, через год застремимся. Не через год, а в следующем году. Что через год. Через год, это через год. Ну, в следующем. В следующем году. Через год, я шо. В следующем новом году. 31 декабря приду, че шо? 2021 года. 1 января, 2001 года. Так шо. С наступающим тебе. Спасибо. Дай тебе в этом году эти болячки обойдут стороной. С тобой так же взаимно. Самое главное. Чтоб не прибавлялись новые болячки. Та ну их, Боже, уже надоели все болячки. Понимаешь, надоели. Ты еще относительно здорова, понимаешь? Несмотря на диабет и онкологию, ну, артроз. А так внутри-то внутренность брюха-то нормально. Все работает. Понимаешь? Первый раз буду сама. Всегда с семьей. Ну, да, шо сама, шо сама. Ну, шо, шо сама. В Крыму с вами буду. Ну, и шо, а я, шо, не сам буду. Я сам собі тоже встречу. А после Нового года только на Игрень поеду. Ты после 12? Конечно. А че ты не в мене будешь? Я в мене тоже. Та не, я дома хочу, в своей квартире хочу. Це твоя квартира. Ты первый раз в своей квартире. Будешь Новый год встречать. Ёлка в тебе все есть. Что тебе еще надо? Здоровье больше ничего. У тебя и здоровье нормально стало. Сквотира, шик, все есть. Вон, игрушки какие красивые. Да, у меня все есть. Три ёлки. Сколько тебе еще? Покажи там три дня. Кот. Включи свет, давай я фотографируюсь с котиком. Не хочешь? Зачем? Для чего? Куда? Пой ёлочку. А ты шо, Снегурочка? На память. На яку память? На Новый год. Зачем от видео есть Новый год? Ты включи я, на яка красивая. Та я бачу, мам, уже сто раз и включала. Что я не знаю. Ничего. Їш собі як по расписанию и лягай спать. Вот так надо делать, понимаешь? И лягать спать. Несмотря ни на шо. Ни на Новый год, ни на Старый год. И лягай спать. Їш собі и спи. Что тебе Новый год? Что ты будешь сидеть, жрать 12 ночи? Нет. Ну, так а на шо тебе? А шо тебе раньше его ждать, мам? Раньше провожали старый. Мам, уже здоровье, а не те, чтобы сидеть, ждать Новый год. Понимаешь? Потом три дня надо восстанавливать. Да. Не надо. Другой раз поедешь на игре, як буде Рождество или шо-то. Посидим по это самое. Сейчас не надо. Это вовред тебе. Тебе ночью надо спать. А не жрать. Понимаешь? Чтобы 28 был сахар. Зачем? Ну, зачем? 28 или 21 не надо. Для чего? Что ты зрителям пожелаешь, мам, на Новый год? Я зрителям пожелаю, чтобы они все были семьи, всем без исключения, крепчайшего здоровья. Я говорю искренне всем, всем. И кто плохо пишет, и кто хорошо, и кто вообще ничего не пишет. Это лучший вариант. Я желаю всем крепчайшего здоровья, счастья, достатка в семье, благополучия, мирного неба над головой. Не стареть, не болеть, так держать. Все. Ни в коем случае. Чтобы все плохое, что было в этом году, все болячки, пускай они остаются. Вот этим последним днем 31-го, все, чтобы заканчивалось. Чтобы Новый год все встретили с хорошим настроением. Нормальный, если в основном Новый год, я считаю, это семейный праздник. Семейный. И никуда не ездить, никуда не ходить. Дома в семье. Вот смотрела вчера, Эдику тоже задают вопрос. Он говорит, я привык к семье, я не могу. До меня, пускай проезжают в гости. Я никуда с семьей. Никуда. И правильно. Это давно-давно, это не Эдиком. Более, когда семья, конечно, дома, конечно. Это просто давление. Чего шляться? Ну, это может дети приехать к родителям. Или родители к детям поехать. Или вот как Ира живет в Запорожье. Они могут все вместе собраться, встретить Новый год. Они сегодня встречают. Я спрашивала, разговаривала с ней. Они с Геной вдвоем. Ничего готовить конкретно горячего не будут. Бутербродики такие. Правильно. Завтра, говорит, и дети все. Диана с Лешей сами будут. Карина с Лешей. Каждая, твоя семья. А завтра, первого числа, придут обязательно к маме. Вот тогда, говорит, я пару блюд горяченького приготовлю. А сегодня Гена и она. Все. И так они. Все сами. И ничего с ними никогда не случается. Каждый год. Ну, они вдвоем. Это что я одна. Ты с Пусиком, я с Томасом. Да, да. Ты с Томасом будешь. Я с Пусиком. Могли бы и соединиться Новый год. Не надо. А ты в своей квартире должна встретить Новый год. Ну и ладно. Так-то и так. Просто, мам, что соединяться? Соединяться, это ты должна не спать. Понимаешь? До 12 ночи. Не спать должна. А зачем? Тебе не спать. Не, если даже я не буду спать, а лежать. А читать нельзя. А зачем? Ну, если не спиться, допустим. Ну, а что ты будешь не спиться? О, Романа, это. Мама, ты смотри. Я тебе сказал. Я твой телефон проверяю. Хорошо. Если я побачу, что ты после 10 лазишь в телефонах, я в тебя заберу. А после 10? Я тебе предупреждаю. Слышишь, Эдик. Часом лая. Мам, я предупреждаю тебя. А если дети позвонят, давай. Значит, звони своим детям раньше и скажи, что я ложусь спать с Новым Годом и все. У нас 10, а в них уже 12. Вот так можно поздравить и все. У них же на 2 часа вперед, правильно? Если у нас 10, а в них уже Новый Год. Вот неякой нервотрепки, неяких прямых эфиров. А в 9 я могу поздравлять всех своих. Маринку могу поздравить в 9 часов. Ты выключай телефон и лягай в 10 спать. И до свидания. И весь Новый Год. Нияких прямых эфиров, звонков по вайберам, транслировать по всему миру с Эдиком. Не надо этого делать. Не надо этого делать, поднимать себе сахар ночью. Не надо этого делать. Моя голову пооткручиваю. Я телефон тебе проверю. Значит, Эдику звонили в 9, в 12. Эдик, с Новым Годом. Все, именины звонить. Я буду спать. Что тебе поздравить? Что тебе в 12 тормошить? Объясни мне. Ну, в 12, это поздно. Ири, позвони заранее. Всем позвони, поздравь, и все. Выключай телефон. Ихай тебе никто не звонит. Ири, корень, всех поздравлю. Спи, отдыхай. Сахар только стал нормализироваться, чтобы сбивать это. Потом будешь ты с мозгами без мозгов, понимаешь, жить, а не они. Ты. Каждый думает про себя. Все. С праздником тебе. С Новым Годом, БК. Ты была здорова, как бик. Вот быка. Ну, вот быка, чтобы была здорова, как бык. Бык и здоровый, да. Помнишь, ты в детстве сказала? Я корова, я и бык, я и баба, я и мужик. Да, есть такое. Ты сказала все время. У нас так и было, да. Я и корова, я и бык. Я корова, я и бык, я и баба, я и мужик. Такое выражение в Украине есть у нас на Украине. Это и в России, наверное, есть. Я корова, я и бык, я и баба, я и мужик. корова то что доится молоко корова корма всех понимаешь бык паша понимаешь бык такой выносливый на нем сеть тяга и понимаешь баба как баба як с детьми с мужем и мужик як мужик и сама все сделала что надо и договориться вот так и кажут что ей баба и корова я и быки и баба я и мужик но я думаю что рыбы являться голодными глазами светом включи не забывай я ж иду если свет на горе значит девчонки давай все они же тоже исти хотят сейчас сюда сейчас покрулю замешкалась я тебе принесу меня есть там окунь я соби куплял окунь еще я тебе соберу меня есть хорошая рыба дома в холодильнике я тебе привезу я не без рыбы еще есть рыба но если тебе не надо я привезу я привезу до 1 лед 1 лед стихи стоять сливаю вот это ж так они замораживают понимаешь наливают води за воду платим наливают воды черті вас наливали что все таки вот это ж таки за говно платить за воду вот так нам хорошо вот это ж так вот наливаю а должно по закону там быть сколько то ли 20 то ли сколько то процентов не должно больше быть а там процентов 60-70 вообще я щас вечера и вытащила зайду на кухню зилю смызки зайду зилю и до утра они что так берут и силу берут филе поливають водой но замерзла вон еще водой люки щели я думаю так а то встал будет хорошего не на сковородки не перевернешь ни хрена черти вас подливал а мама они деньги зарабатывают то наколят уколами то еще что-нибудь все чтобы было важко важко и чтобы ни хера не было жрать да чтобы человек голодный еще пришел купить вот именно что там есть на обед распотрошилось все так на всех сковородках пробовала это ты все что я тебе принес все разморозила чипарушку еще не я все эти все я кие называются пангасиус не 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 то я остався вот это мой момент не мой ментай ментай мой вата маленько зикрой то хороший раньше ментай таки хороший буха лучше мой воно вона дорога была 150 в магазине поди 110 килограмм с норвегии как нигде нема даже ваттеба немало тут у цьем магазине есть колеса брала по 150 я думала дешевше хотела килограмм кажу почем 150 то я кажу давайте пауку так она вся сикорочкой у нее отходи нема вот так не чистый и ничего стал жарить з головами зуси вот такая рыба и в каждой сикорочкой каждая тебе мама жаренную рыбу так развалилась в пиле одна вода не филе пишите пишите филе 10 процентов плюс 90 вода может люди тоди не будут брать так то тебе так то все красиво поклала в миску размораживать на вечер еще раз через вечера и ночью стою покли легла я воду снимала то есть включитель открыть до